Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Какое же наслаждение, ребята, испытываешь, когда смотришь Байнау и Иноуя. Побил он Майкла Десмарьяноса. Вот это сейчас, это, это лицо современного бокса. Кто бы что ни говорил, Кроуфорд, Альварес, Спенс, Джошуа, Ломаченко. Эти все люди до вот этого боксера не дотягивают. Кто-то больше, кто-то меньше. Это сейчас лучший, это лицо современного бокса. Ни единого сантиметра лишних движений. За весь бой пропустил там сколько? Два, может три удара в голову, и может четыре, если не три удара в корпус. За три почти полных раунда. Как я вам сказал, Десмарьянос, если достоит хотя бы до четвертого раунда, я буду в шоке. Ну, не достоял. Был близок, но не достоял. Науя меня немножко удивил. Я от него ждал, знаете, Десмарьянос любит бить левый прямой в корпус. Он сам левша. Вот он любит бить левый прямой в корпус. И на этом его можно ловить, как вот, ну как, как Рассада поймал Меликузиева на правой прямой. Я думал, Науя так сделает. Но видите, Десмарьянос сохранял все время вот эту вот колесячую любительскую работу. Все время двигался, бегал, убегал, двигался, бегал, убегал. Ну, понятно. Понятно, оставаться напротив этого бойца нельзя. И Науя какой план принял? Говорит, ну, двигайся, а я буду тебя левой рукой подлавливать. А когда будешь оставаться у канатов? Один раз он пробил ему прямой удар в корпус. Я все ждал, когда же он начнет бить правый прямой в корпус. Один раз пробил правый прямой в корпус, добавил там уже по печени. Но там больше в локоть пришлось. Я не знаю, там комментаторы начали говорить хрень всякую. Там было видно, что от правого прямого в корпус, который цепанул печень, именно от него Десмарьянос в первом нокдауне оказался. Ну, а потом вы видели его лицо, вы видели... Вообще, этот боксер, ну, мы с Данейром это видели, он находит печень, он находит, именно находит. Это не тот человек, который вас поставил на канаты, 500 ударов дал и забил. Он находит. И сила удара такова, что вы не выдержите. Ну, что здесь можно отметить? Какие недостатки, какие минусы? Да их не было. Первый раунд работал в давлении, руки, в принципе, держал на месте. Старался где-то подцепить, в удары вкладывался, соперника читал. Но немного ударов выбрасывал. Бог с ним, в первом раунде, знаете, и не надо. Второй раунд уже подвзвинтил темп, уже сделал нокдаун, уже начинал больше сближаться с блоком. Где-то там какие-то два джеба пропустил. Но не более того. Третий раунд уже откровенно пошла работа с блоком. Поджимает. Вот Бегтимиру Меликузиву, я про это еще отдельный ролик сниму, вот эта манера была Меликузиву нужна, то, что делал Иноуя. Никаких претензий, понимаете? От соперника ни на шаг. Защищался и корпусом, и оттяжкой, и блоком. Все делал человек, и в плане защиты, и в плане атаки в ринге. И когда он уже опустил руки и начал на соперника идти с опущенных рук, я вот понял, что все, он его полностью читает. И с того момента, как на его руки опустил, ни разу Десмарьянос не попал. То есть о чем это говорит? Что не надо руки опускать как, ну вот как Меликузиву с самого начала боя. Надо опускать руки, когда все, когда ты понял. Этот товарищ мне по зубам. Он это сделал и с малого, не помним, прекрасно, когда он с опущенных рук подошел, пробил, ушел, подошел, пробил, ушел, и снова, и снова на нем, на нем, на нем. То есть, ну, прекрасный боксер, нокаутировал, разорвал боксеру, сопернику своему, печень в третьем раунде. Прогноз у нас полностью зашел. Никакой второй половины боя здесь быть не могло. Даже четвертого раунда здесь быть не могло. И, в принципе, он мог случиться, если б Науэ, знаете, вот первый и второй и третий раунд провел одинаково. Но уже со второго раунда он начал работать. В третьем он уже был монстром. За это его и зовут Монстр. Это просто, вот эти его бои, это как-то на японском. И Науэ Э Секайда Ичиба Анбоксинг. Это лучший боксер мира на сегодняшний день. Просто. Огромное ему спасибо за его бокс. Вот, знаете, когда смотришь вот эту всю хрень, вот эти все Екатеринбурги, вот эти все, ну, всю вот эту хрень, все вот эти вот, Чарла вот тоже дрался, ужас. Думаешь, господи, что с боксом, что ли? Потом включаешь на войну и думаешь, ну, слава богу. Ну, слава богу, бокс еще жив. Потому что есть вот этот боксер, это лицо современного бокса. Это человек, который берет скипетр, державу, флаг и герб и ведет за собой всех боксеров, которые собрались в бокс будущего. Этот человек понимает, что бокс меняется. И он к этому готов. И он к этому готов.